Чуть больше 10 лет назад жительница США Натали Сулейман, у которой было 6 детей, зачатых при помощи ЭКО, стала сенсацией она родила 8 близнецов. Позже женщина сменила имя на более короткое Надя. Ей пришлось перенести много бед, пока дети не подросли и не стали ей помощниками. Такая многоплодная беременность произошла потому, что врач подсадил Натали 8 эмбрионов, хотя сейчас в Америке разрешают внедрять в матку не больше двух. Медик считал, что остальные сами редуцируются, а выживет лишь пара-тройка. Однако выжили все и стали полноценно развиваться. А когда пришло время рожать, из этого процесса устроили настоящее шоу. В своей книге «Большой побег», которую собирается издать Сулейман, она описывает свой травматический опыт, когда просыпалась из-за вертолетов новостей, кружащих над больницей после рождения моих восьмерых. Я безмерно ценю конфиденциальность и скрывала свою беременность до родов. Я отказалась проводить пресс-конференцию. Позже врачи провели пресс-конференцию без меня, вопреки моему желанию. Одна медсестра позвонила в прессу и сообщила, что восьмерки были доставлены буквально в то время, когда я все еще находился на столе для родов. Медицинский персонал позволил 70 резидентам увидеть мои роды через смотровые окна. Я была научным экспериментом. «Главный аттракцион в шоу уродов. Позже я подала в суд на больницу. Они извинились и уладили дело во внесудебном порядке», – рассказывала многодетная мать. К слову, у Натали было высшее образование, моменту, когда она стала матерью. Девушка успела получить звание магистра в области педагогики и психологии и три года проработать в психиатрической клинике. Поскольку дети родились недоношенными, их выписывали в разные сроки на протяжении двух месяцев после родов, Надя ездила в больницу на выписку. Из всех восьми детей у нее лишь один ребенок имел проблемы, он отставал в развитии от других близнецов, а позже ему был поставлен аутизм. Женщина вспоминала, «Моя мать убедила меня в важности образования. Она была учительницей иностранного языка в средней школе в течение 30 лет, без устали посвящая выходные и часы после школы ученикам, испытывающим наибольшие трудности в учебе. Я помню, как рожала, заканчивала бакалавриат по психологии детей и подростков и поступала на программу магистра, неустанно стремясь добиться успеха в образовании. Я практически вырастила своих детей в кампусе Калифорнийского государственного университета в Фуллертоне. Натали не хватало на жизнь социального пособия и помощи благотворительных организаций. Поэтому в ее жизни случился эпизод, которого она теперь стыдится. Многодетная мать отправилась сниматься в фильмах для взрослых и танцевать стриптиз. Перед этим Сулейман сделала пластику живота и подтяжку груди. Сейчас женщина ведет здоровый образ жизни и зарабатывает с помощью рекламы и различных тренингов в соцсетях. Своим детям Надя старается ни в чем не отказывать, она дает им возможность заниматься любимыми делами. Так у нее в семье появились футболисты, акробаты и музыканты. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!